Один, где в белой дзюдоге Аман Турматиев, а в синей Азизбек Сабиров. Нет, здесь все-таки будет Вазари. Отменили рефери это свое решение. И схватка все-таки продолжается. Но одно Вазари это тоже хорошо. Вообще в прежних правилах, в прежнем правиле, помните, были еще другие. Другая была система начления баллов. Там еще Юка, Кока. Там Вазари считалась одной из самых, наверное, скажем так, сложных элементов. Ну а именно сейчас это лишь один шаг к победе. Алими, Азар. Менің кейсіптешім сөз кулчатқан Кока деген балайғару системасын 2019 жылы алыпташташқан. Да, в 2009 году. А Юка, по-моему, в 2014 году. После Олимпиады в Урале. Все делалось для того, чтобы зрителю было легче смотреть дзюдо. Потому что раньше обычно зрители смотрят, не понимают, что происходит. Дают Кока, там дают Юка. А где Вазари, непонятно было. Чтобы упростить смотребильность этого вида спорта, решили только Вазари и Ипон, собственно. Либо ты выиграл, либо ты так бросил на бедро и получил Вазари. Азар Аман Тур Матиевтен қарамағында 1 шидо бары кендеген эскертеп. Коялық бұл, эме, Азбеке Сабировка дағы артықшылық берет, егерде 3 шидо чоғылықтат турған болса, анданың атандашы автоматтық түрді джен үші деп таула. Азбеке Сабирова. А нет, два уже. Антура раз. Уворачиваются от всех приемов звездам Азбек Сабиров. Бұл менге көрі. Жүр қарам жүрік именно березім кеңзе келімен екс ..... У нас еще схватка не завершилась. Есть еще полторы минусы. Два шидо. Ну и возможно все. Да. Еще одно шидо. И будет Аман Турмотив уже, скажем так, дисквалифицирован. Сейчас нужно привести в порядок свое обмундирование, свое кимоно. Вообще в дзюдо нужен опрятный вид. Да, все. Поздравляем. Здесь мы Сабирова Азизбека с победой.